Всем доброго времени суток! Друзья, сегодня диагностика магического негатива для определенного человека, для загаданного мужчины. Обратилась его супруга с вопросом о том, обусловлены ли те проблемы, которые возникают в личной жизни, в том числе и наличием магического негатива. Или все это имеет исключительно бытовой аспект. Но здесь надо сказать, что диагностика магического негатива в любом случае, хоть она касается личных отношений, хоть она касается работы финансов, она делается всегда на все одновременно. То есть это комплексная диагностика и если в ней будут показываться проблемы только личного характера, только негатив, который нацелен на разрушение личной жизни и отношений, естественно будет говориться об этом. Но если присутствуют какие-то другие виды негатива и они тоже покажутся в ней, то естественно о них тоже мы будем вести речь. И закрывать глаза на какие-то нюансы, на какие-то моменты здесь, конечно, в данном случае не стоит. Давайте посмотрим, что происходит с энергетикой мужчины. Присутствует ли на загаданном человеке магический негатив. Карты поняли, что смотрим мужчину. Здесь специфическая карта у нас закрывает колоду, которая с одной стороны может говорить о том, что присутствует защита, если устанавливалась защита, либо о том, что присутствует замок на работе, если здесь есть магический негатив. Но это мы узнаем уже, когда, соответственно, откроем арканы и когда мы все карты вскроем, тогда нам будет понятно, о чем говорили изначально. Да, вот здесь вот перевернутые карты. Опять у нас идет карта, которая говорит о том, что могут быть замки, которые связаны с магией. Сейчас мы посмотрим. Но вообще магическое воздействие есть. Смотрите, причем оно может быть параллельным. Оно может с одной стороны говорить о том, что здесь пытались ставить защиту, но защита не легла по каким-то причинам. Она просто не получилась. Не удалось ее поставить так, как надо поставить. Или может быть это были просто какие-то ваши молитвы, просьбы о том, чтобы человек был защищен. Этого не последовало. То есть сама защита на человека, если ее и хотели поставить, она не легла. Если планирования именно установки защиты на человека не было, то тогда мы здесь видим два замка, которые связаны с закреплением порчи, с закреплением магии, которая существует на человеке. Что у нас по поводу негатива можно сказать? Ну здесь, во-первых, присутствует магическое воздействие, которое касается, скажем так, я пытаюсь сейчас сформулировать, чтобы это было культурно, чтобы это культурно звучало, но не получается. Поэтому здесь можно говорить о том, что здесь сделан егельер на то, чтобы у мужчины, грубо говоря, не возникало сексуального желания в направлении определенной женщины. То есть это завязка члена. Это так называемое, простите за выражение, не стоячка. И если даже она не действует сейчас в полном своем объеме, то в течение где-то 12-15 месяцев она будет наращивать вот эти обороты. И здесь, помимо всего прочего, влияет на психику мужчины. То есть вот здесь такая ситуация, когда у мужчины не только на магическом уровне какие-то проблемы, но и на бытовом. Но те проблемы, которые на магическом уровне, они убеждают его в серьезности проблем на уровне бытовом и заставляют к вам относиться более холодно, более прохладно. Заказчиком является женщина, женщина, у которой есть дети. Причем она, знаете, она выходит в такой вот ипостаси матери, как будто бы. То есть это может быть либо его мать, либо это может быть женщина, которая является матерью. И скорее всего здесь не один ребенок. То есть здесь подтверждает один расклад, подтверждает другой расклад в данной ситуации. Она защищает очень рьяно свою позицию и намерена забрать то, чего она хочет. Если это проблемы со свекровью и с матерью, то это попытка забрать своего сына к себе обратно. Если это другая женщина, то это попытка притащить что-то к себе в гнездо и заставить мужчину отвернуться от вас в данном случае. Мы здесь видим ритуалы, которые связаны с опаиванием. То есть здесь был физический контакт, когда человеку давали что-то пить или есть. Это присутствовало. Плюс могли передаваться некие презенты домой. Женщина может быть очень правильной такой. Вот знаете, по своему поведению, возможно, огненного знака зодиака. Львицы часто выходят вот таким образом, но это может быть просто показатель характера, который похож на вот такой вот львиный характер, львиную манеру поведения. То есть когда мы видим даже отсылки к знакам зодиака, я всегда говорю, что не цепляйтесь за стихи, а цепляйтесь за характер. За то, как карты характеризуют человека, это вам скажет гораздо больше. Да, мы видим, что здесь женщина, причем у этой женщины есть свой мужчина, у нее есть какие-то отношения. Она, я бы не сказала, что одинока, но при этом она желает, чтобы у вашего мужчины не было возможности именно сближаться вами физически, физиологически. Это было сделано достаточно давно уже, то есть это не один, не два, не три месяца, это в районе где-то 10-12 месяцев назад могло произойти. Затем наращивало обороты и где-то в районе января этого года приобрело вот уже такие мощные выраженные черты. У женщины почему-то связан вот этот ритуал, помимо всего прочего, да, помимо того, что здесь на физиологическом уровне не дается мужчине совершать, ну выразимся своими словами, все назовем, нет возможности совершать и нет желания совершать половые акты, например. То есть охлаждение в этом смысле может быть достаточно жестким, но здесь есть еще и какая-то постоянная линия финансовая, то есть вопрос стоит в деньгах и вот эта женщина считает, что ей должны принадлежать те деньги, она хочет взять то, что она хочет взять. Я не скажу, что здесь обусловлено любовью то, что она делает. Здесь обусловлено тем, что она хочет самоутвердиться, она хочет доказать, что она имеет право брать все, что ей нравится, брать все, что она хочет. И это может выражаться вполне в таком вот ярком поведении с ее стороны. Она вообще, знаете, такое ощущение непогрешимо, как жена Цезаря просто. Посмотришь на нее и никогда не скажешь, что она может делать подобного рода вещи. Кстати, мужчина может становиться слишком высокомерным, он может подчеркивать неважность сексуальных контактов в жизни, он может начать подчеркивать свое превосходство, вести себя как человек полный тщеславия, буквально перехлестываться может это тщеславие и это все может усугубляться и далее со временем. И женщина, да, слушайте, ну это одна и та же женщина, которую мы смотрели у вас в вашем раскладе и которая присутствует здесь. Также здесь есть попытки, которые будут привязывать эмоционально вашего мужчину к ней. Почему-то мне не хочется сказать, что это именно приворот, потому что здесь скорее вот это привлечение, это как разрешение определенного ее внутреннего конфликта, который произошел в прошлом. И этот конфликт, помимо всего прочего, связан с кем-то младшим, с каким-то или ребенком, или младшим родственником. И здесь вот она выступает как та, которая привлекает к себе все, что ей не додали в свое время. Ну постоянно выходит, вот знака земли или огня похожа на львицу по характеру, да, по знаку зодиака. И она давно выжидает, чтобы забрать свое, как она считает, забрать то, что принадлежит ей. Проблема в прошлом, проблема не в настоящем. Если вы знаете, о ком идет речь, то, конечно, было бы неплохо сделать расклад на отношения этой дамы с вашим супругом на бытовом уровне. Но здесь мы видим, что присутствует именно попытка привлечения привязки к себе человека, плюс, скажем так, тот самый егельер, завязка члена, так называемая. Это просто для того, чтобы вам было понятно. На физическом уровне может выражаться в не очень хорошем состоянии здоровья. То есть, помимо того, что прямое влияние есть, которое обусловлено, да, тем, что мы видим. Плюс ко всему, это кладбищенская завязка, которая, ну, обычно делается по общепринятым нормам, с помощью воды, водки и всего того, что связано с продуктами, которые в данном случае относятся на кладбище. Нехорошая вещь, можно сказать сразу, и, конечно, это надо снимать. Но прежде чем снимать основную порчу, здесь у нас два замка присутствуют. И на одном негативе и на другом нужно снимать сперва замки, это первый пункт, потом чистить человека, потом устанавливать защиту. В таком состоянии защиту сразу ставить нельзя, потому что, если поставить защиту, то она закроет порчу, и порчу потом содрать будет невозможно. Для этого надо будет потом снять защиту, потом снять порчу, потом опять поставить защиту сверху и так далее. Поэтому порядок действий оптимально такой, снятие замков, чистка человека, потом установка защиты. Что дает чистка? Чистка это не приворот, это наоборот снятие всех негативных программ, потому что иногда дамы приходят и говорят, ну вот если мы сейчас его почистим, у него же должно прям вот на меня постоянно быть возбуждение, он должен быть просто вот моим, он должен за мной как хвостик ходить и так далее. Здесь говоришь обычно, что должна быть логика, чистка снимает все негативные программы с человека и позволяет ему чувствовать то, что он чувствует в настоящем, то, что действительно с ним происходит, и перестать подчиняться влияниям магии. То есть вы видите человека, с которым вы уже можете разговаривать и о чем-то договариваться. Человека, который смотрит на мир своими глазами, а не через призму магии. Как говорится, если у вас упал там, я не знаю, в лужу нож, то вы его можете взять и отмыть, вы можете положить его в чехол, но что им будут делать дальше, зависит от вас или от владельца ножа. Им будут убивать людей или им будут резать продукты при приготовлении домашнего обеда. То есть вот здесь вот чистка это то, что убирает негативные влияния, то, что снимает грязь, защита это то, что не дает новой грязи цепляться на человека снова. Казалось бы, прописны истину, но я с удивлением обнаруживаю, что не все и не всегда понимают суть таких вот моментов. Так что здесь, конечно, вот здесь мы уже увидели негатив, здесь нужна действительно чистка, и здесь оптимальна установка хорошей многофакторной защиты, для того, чтобы просто на вашего супруга, на вашего мужчину не цеплялись. Вот такие вот вещи, которые мы увидели в сегодняшнем раскладе. А я желаю всем удачи, до встречи, благодарю Юлию за то, что она позволила выложить расклады по открытой ссылке, для того, чтобы они могли являться образцами того, как выглядит магический негатив. И, конечно, я всем желаю удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok